Вот мы приехали в город Санта-Фе, ну не совсем в город Санта-Фе, а на его окраину. Здесь открывается очень живописный вид, горы, холмы, кусты. Погода отличная, и мы сюда приехали не просто так, а чтобы посмотреть на оперу Санта-Фе. Это великолепное здание с крышей, элегантной крышей, и она наполовину открыта, то есть это, можно сказать, летняя опера. Ее начали строить, потому что сюда приехал Игорь Стравинский и захотел сделать здесь оперу. И здесь сделали недалеко от города такую офигенную оперу с большим паркингом, в живописном месте, с кучей пространства, чтобы можно было петь и... И плясать. И плясать. Примерно как в Сиднее оперный театр, видели? Он тоже удален от города, потому что опере нужен размах. Да? Да, я думаю. А почему никого нет-то? Что, никто не хочет сегодня петь? Что за дела? Понятенье. Только в воскресенье поют, что ли? Еще здесь самое лучшее представление, которое здесь бывает, не представление, а опера, это Фауст по Гетте. Так что приезжайте сюда смотреть. А что там в Фаусте? Про тяжелую жизнь рассказывают? Что, Фауста не читали? Нет. Прочитай. Да еще с чего. Ты на меня глянь. Я похож на человека, который готов читать Фауста. Сколь его ж должны. Мы воним в Санта-Опере. Там кто-то не закрыл дверь, и мы решили пролезть внутрь. Кто-то не закрыл дверь. О, это круто. Я думаю, что мы не можем видеть. Я думала, что мы могли бы видеть. Из-за того, как мы пролезли внутрь, мы там ни хрена не нашли. Там все перекрыто к чертям. Ну да, чтобы залезть на сцену, надо было пройти через все декорации. Залезть на сцену и попеть. Да, там был открыт гараж, и мы подумали, что там кто-то может быть из рабочих. И решили не рисковать. Потому что здесь с этим строже. Но суть в том, что мы попали на секундочку туда. Навесит нам еще там какой-нибудь этот private property violation. И все, и как ты. Но самое интересное, что там нет ни одной камеры. Я не увидел ни одной камеры. И калитка была просто засов. Открываешь засове, да. Который открывает со всех сторон. Заходишь, проходишь, и внутри можно, в принципе, залезть на сцену. Если хотите, граждане, попеть, приезжайте в Санта-Фе. Санта-Фе опера всегда ждет вас на своих подмостках, чтобы вы могли выразить себя перед целыми стадами, полчищами рабочих в количестве трех человек. Да, вообще никого в понедельник. Вот мы едем по Санта-Фе. По центру. По центру. Здесь вообще нет даунтауна и высокой застройки. Здесь... Что нас невероятно радует, потому что она уже надоела. Да, здесь все дома сделаны из глины. Вымазаны из глины и дерева. Как бы... Может, это, конечно, какой-то нагрев и стилизация? Но, скорее всего, это имеет практическое свойство. Применение. Практическое применение. Потому что глина очень хорошо сохраняет холод. То есть, в каждом домике, как в амбаре, прохладно от этого. От того, что они сделаны из глины. Ну и дерево. То есть, это... Из пушки на глиняных ножках. Да. Приятные материалы такие. Еще мы заметили, что все названия здесь в основном испанские. Old Peso Trail, Old Santa Fe Trail. Что еще интересного? Весь город плоский, только опера за городом, а все остальное... Я видел английский указатель, St. John's College. О-о-о. Невероятно. Невероятно. Вон, слева еще, смотри, опять же. Деревянные заборы и глиняные дома. А че меть? Как они тут живут? Деревня какая-то прям. Сего-то, у себя классно. Смотри, даже у заправки глиняный навес. Ха-ха! Еее. Наверное, здесь очень жарко летом. Они так спасаются. В общем, да. Тут как-то очень все по-испански прямо сразу чувствуется. А, это, наверное, административное здание. Флаг Санкт-Петербург. Да-да-да. Крест, это именно Нью-Мексико. Потому что здесь все шоссе локальные с этим значком. То есть, цифра внутри этого круга. И... Мюзеем Хилл... Вот церковь. Не глиняная, между прочим. Круто. Ну, а так... Все одинаковое здесь. Но... О! Интересный арт из Weapon. Нет, где-то это уже видел. Это граффити. Кар-дова-род. Ну, не граффити даже, а как-то... Это называется... Трафарет. Современное искусство. Да. Ну, все. Я думаю, едем в Альбукерке. Там будет намного интереснее, чем в этом маленьком Санта-Фе. Ну, может и будет, может и не будет. Но мы посмотрим. Да. Мы едем по центральной части штата Нью-Мексико. Направляемся в Альбукерке. И... Можно наблюдать, как, в общем-то, поменялся ландшафт за всего день пути, который мы... Со вчерашнего дня, в общем-то. Там уже... Там были еще такие высокие деревья. Хвойные листва даже кое-какая была. А сейчас вот уже начинается такая пустынная равнина. Деревьев уже никаких нет, уже сплошные кустарники. Мы ждем, когда же, наконец, будут кактусы. Но есть подозрение, что они будут все-таки не в Нью-Мексико, а уже в Техасе. Потому что тут что-то пока кактусов не видать. Но на улице довольно жарко. 86 по Фаренгейту. И становится все жарче и жарче, чем дальше мы уходим на Восток. Поэтому скоро мы будем закипать и носить шорты. Да, Диман? Что ты думаешь об этом интерстейте, который ведет нас в Альбукерке? Горячий очень. Горячий интерстейт? Ну, в смысле, hot. В смысле и острый, и горячий. Я понял. Во всех смыслах горячий. Ну, 75 миль в час, извини меня. Это далеко не детские игры. Ладно. Привет. Передадим уже в Альбукерке.